Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника Алгебра 8 класс, автора Мерзляк, Полонский и Кир, под номером 36. Нас просят сократить дробь. Сокращаем дробь мы на общий множитель, поэтому числитель и знаменатель нам нужно, чтобы были разложены на множители, и сокращаем. Итак, первая дробь. В числителе произведение А и выражение в скобках х плюс 2. В знаменателе произведение В и выражение в скобках х плюс 2. Сокращаем на общий множитель х плюс 2. Поскольку мы делим само на себя, то в результате мы получаем единички. И тогда в числителе А умножить на 1 это будет А, в знаменателе В умножить на 1 это будет В. Под номером 2. В числителе произведение множителей 4 и степень, вторая степень, основание степени А минус 6. В знаменателе произведение, в знаменателе степень с основанием А минус 6 и показателем 3. Итак, делим степень с одинаковым основанием. В числителе остается 4. Результат частного у нас будет в знаменателе, потому что показатель больше в знаменателе. У нас остается, переписываем основание А минус 6, а показатель будет разный с показателей. 3, минус 2, 1. Показатели 1 можно не писать, и тогда А минус 6 можно писать без скобок. Под номером 3. Числитель произведения степени С в кубе и пятой степени выражения С минус 4. Два множителя у нас. В знаменателе тоже два множителя. Первый множитель это С в шестой степени. Второй множитель это третья степень выражения С минус 4. Сокращаем дробь. Для этого делим степени с основанием С. Больше показатель в знаменателе, поэтому в знаменателе переписываем основание С. Показатели вычитаем. 6 минус 3 будет 3. Теперь делим степени с основанием С минус 4. Показатель больше в числителе, значит в числителе переписываем основание С минус 4. А показатели вычитаем 5 минус 3, это 2. Получаем С минус 4 в квадрате, деленное на С в кубе. Четвёртое выражение. В числителе сумма 2А плюс 2Б. А в знаменателе произведение. Первый множитель 7, второй множитель А плюс Б. Раскладываем на множитель и числитель. Выносим за скобки общий множитель 2. Тогда в скобках остаётся А плюс Б. Только после того, как вы числитель и знаменатель разложили на множители, вы можете сокращать. Итак, у нас в числителе и знаменателе есть одинаковый множитель А плюс Б. Сокращаем на А плюс Б. А плюс Б делим на А плюс Б 1. А плюс Б в знаменателе делим на А плюс Б тоже 1. Получаем с вами 2 умножаем на 1. 2 в числителе. 7 умножаем на 1. 7 в знаменателе. Дробь 2 седьмых. Пятое. В числителе и в знаменателе разность. Поэтому сокращать эту дробь мы не можем до тех пор, пока мы не разложим на множители и числитель и знаменатель дроби. Итак, в числителе у нас разность 7х и 21у. В знаменателе разность 5х и 15у. Раскладываем на множители. Выносим за скобки общий множитель в числителе. Это 7. Потому что и 7, и 21 делятся на 7. В скобках частное отделение каждого одночлена на этот общий множитель. 7х делим на 7х. Минус 21у делим на 7 минус 3у. Теперь у нас в числителе два множителя. Первый множитель 7. Второй множитель выражения в скобках х минус 3у. В знаменателе выносим за скобки общий множитель 5. В скобках остается 5х делим на 5. Это х. Минус 15у делим на 5 минус 3у. У нас в знаменателе теперь два множителя. Первый множитель 5. Второй множитель выражения в скобках х минус 3у. Сокращаем на общий множитель х минус 3у. Делим само на себя. Поэтому и в числителе и в знаменателе будет 1. В числителе остается 7 умножить на 1, 7. В знаменателе 5 умножить на 1, 5. Мы можем записать результат в виде десятичной дроби. Умножим числитель и знаменатель на 2. Получаем 14 десятых. Это 1,4. Шестое. В числителе разность двух выражений 4а минус 20b. В знаменателе произведение 12а, б. Сокращать нельзя, пока у нас в числителе разность. Раскладываем на множители. Выносим за скобки общий множитель 4, потому что и 4, и 20 делится на 4. В скобках остается 4а делим на 4а. Минус 20b делим на 4, минус 5b. Теперь у нас в числителе два множителя. Первый множитель 4, второй множитель выражения в скобках а минус 5b. Переписываем знаменатель 12а, б. И сокращаем дробь на общий множитель на 4. В числителе 4 делим на 4, 1. В знаменателе 4 делим на 4, 3. Получаем с вами дробь. В числителе остается второй множитель. Теперь можно уже записать без скобок. А минус 5b. В знаменателе 3аб. Больше сокращать нельзя, потому что числитель нельзя разложить на множители. Под номером 7. В числителе сумма двух выражений 6х и 12. В знаменателе произведения 6х. Сократить дробь на этом этапе нельзя, потому что у нас в числителе не произведение. Раскладываем числитель на множители. Вносим за скобки общий множитель 6. В скобках остается 6х делим на 6, это х. Плюс 12 делим на 6, это будет плюс 2. Теперь у нас в числителе два множителя. Первый множитель 6. Второй множитель выражения в скобках х плюс 2. Переписываем знаменатель и сокращаем дробь на 6. В числителе 6 делим на 6, 1. В знаменателе 6 делим на 6, 1. Получаем дробь в числителе х плюс 2. Это слагаемые х и 2, а в знаменателе х. Сократить дробь больше нельзя, потому что нельзя разложить на множители числитель так, чтобы один из множителей был х. Восьмое. В числителе а минус 5b. В знаменателе а в квадрате минус 5ab. Сократить дробь нельзя, потому что у нас и в числителе, и в знаменателе разность. Мы сокращаем на общий множитель. Если нельзя вынести за скобки общий множитель, то мы можем всегда вынести множитель 1. или минус 1, если нужно поменять у выражений знаки на противоположные. И тогда будет 1 умножить на а минус 5b. Теперь а минус 5b – это множитель. Выражение в скобках. В знаменателе выносим за скобки общий множитель а. В скобках остается а квадрат делим на а. Это а. Минус 5ab делим на а минус 5b. Итак, в знаменателе у нас теперь тоже два множителя. Первый множитель а. Второй множитель а минус 5b. Сокращаем на общий множитель а минус 5b. Делим само на себя, поэтому и в числителе и в знаменателе будет 1. И тогда в числителе будет 1 умножить на 1 – это 1. В знаменателе а умножить на 1 – это а. Девятое. В числителе у квадрат минус 25. Это разность двух выражений. В знаменателе сумма 10 плюс 2у. Чтобы сократить дробь, нужно сначала и числитель, и знаменатель разложить на множители. 25 можно представить как 5 в квадрате. Тогда у нас в числителе формула разность квадратов двух выражений. Это равно произведению разности этих выражений, у минус 5, и суммы этих же выражений, у плюс 5. Итак, у нас в числителе теперь два множителя. Первый множитель – это разность у минус 5. Второй множитель – это сумма у плюс 5. В знаменателе 10 плюс 2у можем разложить на множители, вносим 2 за скобки. В скобках остается 10 делим на 2 – это 5. 2у делим на 2 – это у. Поскольку от перемен ими слагаемых сумма не меняется, то у плюс 5 и 5 плюс у – это одно и то же выражение и один и тот же множитель, поэтому на него мы сокращаем. И в числителе и в знаменателе будет 1. И тогда в числителе остается у минус 5 умножить на 1 – это у минус 5, а в знаменателе остается 2. Десятое. В числителе а в квадрате плюс 4а плюс 4. В знаменателе 9а плюс 18. Сокращать нельзя, потому что из числителей и в знаменателе сумма. Обратим внимание на числитель. а в квадрате – это квадрат первого выражения. 4 – это квадрат 2. А 4а – это удвоенное произведение этих выражений – а и 2. Поэтому это формула а плюс 2 в квадрате. Мы получили с вами степень, основание которой а плюс 2, а показатель 2. В знаменателе тоже можно разложить на множители. Выносим 9 за скобки. В скобках остается 9а делим на 9 – это а, 18 делим на 9 – это 2, а плюс 2. Если мы хотим записать показатель, то этот показатель будет 1. Итак, сокращаем дробь на множитель а плюс 2. В числителе а плюс 2 в квадрате делим на а плюс 2 в первой степени. Основание переписываем. Показатели вычитаем 2 минус 1, 1. Показатель 1 не пишем. А в знаменателе остается 9. Или а плюс 2 в квадрате можно представить. Определение степени – это произведение, в нашем случае, двух множителей, каждый из которых равен а плюс 2. Тогда это будет а плюс 2 умножить на а плюс 2. В знаменателе 9 умножить на а плюс 2. Сокращаем на общий множитель, на а плюс 2. Мы делим само на себя, поэтому получаем единицы. А плюс 2 умножить на 1 в числителе – это будет а плюс 2. В знаменателе 9 умножить на 1 – это 9. Результат тот же самый. Какой из этих способов лучше, я вам не подскажу. Это уже кому как больше нравится. Рассмотрим с вами задание под номером 11. 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 Рассмотрим с вами задание под номером 11.